У навесных в бурном по сравнению с прицепных меньше металлоемкость. Это позволяет дать нашему фермеру орудия с таким же захватом, чем прицепные, но по наименьшей цене. Виталий, расскажи, пожалуйста, про навесное агрегатирование почвообрабатывающих устройств. В чем его преимущество и в каких случаях лучше сделать выбор в пользу его? Боры на дисковые навесные все-таки будут использоваться мелкие у фермеров, у которых малое количество земли, которые хотят сэкономить построение с прицепными орудиями. Главное преимущество все-таки заключается в том, что их цена. По сравнению с прицепными орудиями цена может отличаться кардинально, потому что необходим у прицепных орудий прицеп, шасси, несущая рама. У этого орудия все отсутствует, данные элементы. У навесных в бурном по сравнению с прицепных меньше металлоемкость. Это позволяет дать нашему фермеру орудия с таким же захватом, чем прицепные, но по наименьшей цене по сравнению с прицепными. У навесных есть преимущество построения с прицепными на разворотах в конце поля. У прицепных нужно больше радиус разворота, на навесных намного меньше. В каких случаях порекомендуешь выбирать все-таки навесное агрегатирование? Для тех людей, которые ограничены в финансовом плане немножко, хотят 3 метра, допустим, но прицепные не могут себе позволить, а навесной будет намного дешевле. Плюс можно выбрать тем людям, у которых небольшие перегоны между полей. Если будут большие перегоны, происходит дополнительная нагрузка на навеску, она все-таки будет со временем выходить из строя. То есть, у кого большие перегоны между полями, лучше все-таки сделать выбор в пользу прицепного устройства? Да, я рекомендую сделать прицепное, тем более в нашей компании это может быть 2х4х2 прицепная, 3х2 прицепная, 1х8х2 прицепная в том числе. Понятно. Продолжение следует...